Подпишитесь на нашу ртуб-канал и соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро на Спасе». Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 27 ноября, друзья, понедельник. Церковь молитвенно очтит память святого апостола Филиппа. В эфире программа «Утро на Спасе» с Богом. В новый день! Святой заступник. Расскажем о мученике Уария и о храме в его честь. Грань, к которой нельзя приступать. Что думает о правилах семейной жизни режиссер Светлана Дружинина? Путь к Рождеству. Поговорим об особенностях филипповского поста с протеереем Алексеем Батоноговым. Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». «Когда в глазах твоих людей впадают в различные грехи, не озлобляйся на них, ибо и без тебя много злобы в мире, но жали их, от души извиняй, говоря сам себе Господи, отпусти им, ибо их путает грех. Они не знают, что делают. Так учил праведный Иоанн Кронштадтский. «Утро на Спасе». Просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. И как всегда в начале часа короткая сводка новостей. Екатерина, тебе слово. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. Храм «Утро на Спасе». Выразил надежду на то, что этот храм станет для них местом молитвы. «Я надеюсь и верю, что для многих из вас, членов ваших семей, это будет тем местом, куда вы будете приходить, молиться за богослужением, приступать к таинствам церкви». Конец цитаты. Напомним, что часовня в честь архистратега Божьего Михаила освящена в честь небесного покровителя русской армии и фельдмаршала Михаила Иларионовича Кутузова. Возвели ее на средства Московского общества хорум веносцев. В Вене прошли торжества по случаю 60-летия Венской и Австрийской епархии. Праздничное мероприятие возглавил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Торжества начались с концерта духовной музыки, который прошел в Кафедральном соборе в честь святителя Николая Чудотворца. Перед началом выступления гостей приветствовал епископ венский австрийский Алексий. Он рассказал о большом пути, который прошла епархия за годы своего существования, а также отметил созидающую роль храмов православной церкви. Иерарх отметил, что они способствуют сохранению единства между представителями разных национальностей. Кроме того, присутствующим продемонстрировали материалы и показали презентации о жизни епархии. Одна из них была посвящена истории пивческих коллективов Николаевского собора в Вене, другая — периодам истории венско-австрийской епархии, ее архипастерям и священнослужителям. В завершение праздничного вечера Большой хор Николаевского кафедрального собора исполнил избранное церковное песнопение классических и современных композиторов. В Адриуме Национальной библиотеки Беларуси в Минске патриарший экзарх «Всея Беларуси», митрополит Минский и Заславский Вениамин возглавил торжественную церемонию открытия девятых белорусских рождественских чтений «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего образ будущего». Рассуждая о целях чтения, иерарх сказал о том, что они призывают человека обратиться к культуре и ее духовным истокам. В завершение патриарший экзарх подчеркнул, что, признавая значимость культуры, церковь употребляет все усилия, чтобы содействовать ее развитию. Работа чтений продлится до 21 декабря. Чтение призывает нас обратиться к культуре. Это значимость составляющая жизни современного человека. И причем не просто посмотреть, как развивается культура сейчас, обратиться к ее истокам, к духовным истокам культуры. И через века просмотреть, как развивалась культурная составляющая общества, что мы сейчас имеем, какие перспективы будущих. И, конечно, на что направить усилия, чтобы культура служила своим высоким предназначением. На этом пока все. С Богом в новый день. Мученику Уару издавна молились о христианах, которые не успели покаяться перед смертью. А в безбожные годы 20 века о всех некрещенных родственниках. В начале 2000-х в честь этого святого была построена церковь на Святом озере в подмосковном поселке Вешки. Об истории этого удивительного храма и о том, как мученик Уар помогает верующим сегодня, наш следующий сюжет. Пока МКАД еще только просыпается для будничных пробок, поселок Вешки расположен неподалеку от Мытищ, уже разбужен колокольным звоном. Несмотря на рабочий день, в храме святого мученика Уара многолюдно. 1 ноября церковь отмечает день памяти святого мученика Уара. Он жил более полутора тысяч лет назад в Александрии, был знатным и доблестным воином. А во времена жестоких гонений за веру стал воином Христовым. Даже под пытками святой не отрекся от веры. Тело мученика тайно вывезла за пределы Египта благочестивая вдова Клеопатра. И с почестями похоронила в гробнице своих предков в Палестине, где позднее был построен храм. После своей кончины святой Уар продолжает покровительствовать людям. Ему молятся о детях, а также обо всех умерших без покаяния. Богословляется келейная молитва, домашняя молитва. Потому что за божественную литургию мы молимся только за людей в церкви, за людей, принесших святое крещение. А вот келейная молитва подразумевает участие, конечно, и в том числе и святых. Поэтому мы призываем святого мученика Уара, который сам в свое время вымолил уже после мученической кончины родственников некрещенных Клеопатры, христианки, которая положила его мощи вместе с останками своих близких в родовой гробнице. Кровью мучеников освящена церковь. Об этом в дни памяти пострадавших за веру напоминает пасхально-красное облачение духовенства. День святого Уара в храме называют Приходской Осенней Пасхой. Возглавить божественную литургию приехал епископ Сергеево-Посадский Дмитровский Кирилл. В своем слове владыка подчеркнул, какую силу имеет общая молитва, особенно обращенная к мученикам. Мученики особенно приблизились ко Христу, пострадав за исповедование православной веры и в какой-то одному кубу известной церкви они тоже приобретают благодать от Христа. Некоторые благодать искупления. Своими молитвами они могут ходатайствовать. А люди немощны, падших в этой жизни или даже, как мы видим в предании церкви, отшедших, туда, где уже нет покаяния, там, где сам человек, душа его, не может изменить свое состояние. Владыка Кирилл впервые в вешках и в этом храме, но сразу отметил его особую атмосферу и намоленность. Глядя на иконы и роспись в стиле творений Виктора Васнецова, всем-то хоть раз бывал здесь сложно поверить, что храму не сотни лет, а всего 20. Уже появилось чувство, что храм как будто бы дореволюционный, намоленный. Много людей здесь молятся, приходило и приходят искренне к Богу. Во-первых, здесь крепкая община. Во-вторых, приходят люди с большой скорбью от своих усопших, которые умерли без должного покаяния. И это по любви христианской и человеческой подвигает людей к очень усердной молитве. Этот храм Екатерина Акхузина построила в память о своем некрещенном и неверующем отце. Внезапная смерть близкого человека оставила незаживающую рану. И только богоугодное дело помогло унять ее непроходящую боль. 22 года, как нету папы, ну и вот после его смерти, где-то через год к нам пришло такое как бы озарение, а почему бы нам не начать стройку. И мы ее начали, погрузились в нее целиком, обсуждали все до мелочей, начиная от росписи, какие будут ступени, какой будет пол, как, что будет. То есть я отдалась полностью этому строительству. Ну, конечно, ничего бы не было, если бы мне не помогал мой супруг Игорь, и если бы те прихожане, которые сейчас ходят в храм. И это радует, потому что, мне кажется, этими трудами мы папе облегчаем его участь. Мне очень жаль, что, как я не пыталась его привести к вере, ничего у меня не вышло при жизни. Ну, хоть вот посмертно, с помощью нашего святого, святого ученкуара, как-то ему помочь. Объединяет приходскую общину не только молитвы и дела милосердия, но и забота о природе. Когда-то заброшенный лесной участок площадью 7 гектаров, расположенный неподалеку от храма, теперь первый в истории приходской экологический парк с экотропами и тематическими станциями. Здесь воспитанники воскресной школы исследуют редкие растения и законы природы, осмысливая их через евангельские истины. Это храм под открытым небом. То есть мы, например, проводим молебен на начало учебного года, 1 сентября, именно крестным ходом, выходя в экологический парк. Кроме того, здесь проводится большое количество различных слетов, мероприятий. Мы приглашаем гостей из Матища, из Москвы и даже из дальних регионов. Иногда были случаи, когда нас посещали. Это субботники, это иногда даже просто совместное празднование Дней Рождения, Менин, когда просто прихожане на природе собираются и проводят свой досуг. Есть в этом парке место особого молитвенного уединения. Богородичная тропа по подобию Дивеевской канавки. И верующие точно так же, проходя здесь, читают молитву «Богородица Дева, радуйся». А мы продолжаем программу. Дальневосточный леопард в центре Владивостока. У амфитеатра на спортивной набережной появился новый арт-объект – граффити с изображением самой редкой в мире крупной кошки. Пятнистого хищника нарисовали на стене скейт-парка. Деньги на эти работы собирали всей страной. Самой редкой в мире крупной кошки – самый большой портрет. Огромное граффити дальневосточного леопарда стало самым крупным изображением пятнистой кошки во Владивостоке. После сноса здания на Орлиной сопке активисты давно хотели сделать новый масштабный рисунок. Как говорит художник, не просто для красоты, для расширения кругозора. Кто-то подумал, что это лев, кто-то подумал, что это тигр. Вы еще и просветительской деятельностью занимались? Конечно. На панно не просто абстрактный код. Это реально существующий леопард Василий. Эскиз сделали по снимку фотографа Николая Зиновьева. Он запечатлел краснокнижного хищника в 2017 году в нацпарке «Земля леопарда». Пятна на шкуре леопарда, как отпечатки пальцев человека, у каждого рисунок индивидуально. Сложно ли было все повторить? Достаточно сложный и неповторимый узор. Поэтому основные какие-то мотивы Василия я повторил, какие-то обобщил, так как иначе это было бы просто переводилкой. Чтобы создать рисунок, художник при поддержке нацпарка запустил сбор средств. Любители природы со всей России присылали деньги на портрет пятнистого хищника. Леопарду Василию в дикой природе уже почти 10 лет. Это уже такой почти серебряный возраст, но сам Василий находится в расцвете своих сил. Настоящий такой хозяин своей территории, мощный самец. Постоянно фиксируется и фотоловушками, и камерами профессиональных фотографов. Через Амурский залив Василий смотрит на своих сородичей. Всего в 10 километрах живет ядро популяции в национальном парке «Земля леопарда». По последним данным, здесь обитает 125 грациозных кошек. Виктория Шандыбина, Александр Казанцев, Вести Приморье. Прошла четверть часа, друзья, так давайте же услышим строки Святого Евангелия, которые сегодня читаются во всех православных храмах мира. Отрек из 14 главы Евангелия от Луки для нас прочтет заслуженная артистка России Алена Бабенко. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда позвали, и не сполучил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаться тебе в воскресенье праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». В день заговенья перед рождественским постом в храмах мы слышим отрывок из Евангелия от Луки, с 14 главы, где есть такие слова, «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и их угости». И обрати внимание, что они, эти самые люди необеспеченные, никогда не смогут отплатить тебе вот таким же пиром в знак признательности, накормить тебя тоже так, угостить от души. Но наоборот, ты наверняка знаешь, что они не смогут сделать. И это важно, потому что ты, угостив их вот так вот безвозмездно, имеешь все шансы, чтобы тебя Бог принял так гостеприимно там на небе. Вот этот образ пира на лоне Авраамов, он ведь не нов, он еще из Ветхого Завета пришел, и это в сознании у нас, христиан, вот этот пир на небесах. Но, напротив, если пригласишь каких-то знатных людей, вельмож, угостишь, ну, они точно тебе отплатят добром, а это значит, что ты уже получил свою награду, и нечего тебе ждать уже в будущем веке. Вот об этом сегодня Господь говорит. Но вот еще о чем сегодня важно вспомнить. «Воздастся с тебе воскресенье праведных». Что это такое воскресенье праведных? Во-первых, все воскреснут согласно утверждению, но праведники воскреснут в воскресенье добра, воскрешенье милости, а вот злому человеку надо еще будет воскреснуть в воскрешенье суда. «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Слышится реплика из толпы от слушателей Иисуса. Кто-то вот вдохновленный и говорит такую фразу. И вот на этом прерывается евангельское повествование, и как бы в таком многоточии зависает в воздухе и заставляет нас задуматься. Это как когда ты слушаешь музыку, несколько песен послушал, и последняя мелодия, последняя, всегда в ушах тебе, когда ты уходишь с концертного зала, да, Саша? Знакомая ситуация, да? Бывает, бывает. И она у тебя вот так вот. Вот так и сегодня. Евангелие буквально прерывается на этой фразе неизвестного слушателя. «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Вот, можно сказать, итог всей притчи о званых на пир. Там наша награда, и все добро, которое мы здесь посеем, мы пожнем в воскрешение мертвых. Спасибо большое, батюшка. А мы вернемся после короткой паузы. А вот что произошло в этот день в истории Церкви России и мира. В 1705 году Петр I издал указ о формировании первого в России полка морских солдат для несения службы на абордажных десантных кораблях парусного и грибного флотов. Боевое крещение новый для России рот войск получил в Гангутском сражении 1714 года и Северной войне, где активно участвовал в морских боях и десантах. С 1996 года, 27 ноября, отмечается как День морской пехоты России. В 1730 году в Москве стало светлее. Сенатом был издан указ, который положил начало постоянному уличному освещению столицы. Было предписано по большим улицам в Кремле, в Белом, Земляном и Китай-городе, а также в немецкой Слободе, поставить на столбах стеклянные фонари на расстоянии 10 сажений один от другого. Деньги на устройство выдавала казна, но зажигать светильники и содержать их в исправности должны были сами жители. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, 85 лет назад. В колонном зале Дома Союзов состоялась премьера песни про девушку, которая ждет с фронта бойца. Авторы – композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский. Песня сразу же стала популярной. Во время Великой Отечественной войны этим именем были названы реактивные гвардейские минометы, наводившие ужас на врага. В 1971 году была совершена первая в истории посадка на Красную планету. Это сделал спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции Марс-2. Первый Марс до цели не добрался. Второй совершил жесткое приземление. Спускаемый модуль слишком круто вошел в марсианскую атмосферу, из-за чего не успел затормозить и в итоге разбился о поверхности, став таким образом первым инопланетным предметом на Марсе. Я думаю, что, батюшка, вы захотите поговорить, конечно, о знаменитой Катюше. И ты тоже, и я согласен. Катюша, конечно, легендарная. Катюшу любят поколения русских людей. И Михаил Исаковский, мне это приятно отметить, он из Смоленских краев происходит. И в Смоленске сохранился дом далеко, 200 километров от столицы области. Там, где-то в глубинке смоленской земли, прям среди лесов и полей, он сочинил эту Катюшу. Там хранятся рукописи до сих пор. И это, конечно, особенно подчеркивает значимость произведения, потому что оно произошло из недр, и оно, как называется, бьет прямо в сердце. Это действительно такая нежная история про девушку, которая ждет своего молодого человека. У него есть за кого стоять горой, защищать кого. У нее есть ощущение защищенности. Это вечные ценности, когда мужчина защищает родину, а девушка воспитывает детей, она ждет его, верна ему. И вот в этом всем целая русская душа. Этой композицией вдохновляются целые поколения. Спасибо, батюшка, а мы продолжаем. Знаменитая творческая пара – режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей. Жената 65 лет. И более полувека вместе снимают кино. Каков секрет счастливого брака, когда оба супруга яркие, сильные личности? Что самое важное в отношениях и где в ссоре проходит граница, которую переступать нельзя? Послушаем, что говорит об этом сама Светлана Сергеевна. Что значит быть всегда самой красивой девочкой? Потом самой красивой девушкой, потом самой красивой женщиной. Дело в том, что я никогда не считала себя красивой. Это раз. Потому что мы все были маленькие, тощие, лысые, потому что у тебя педикулеза. У девочек челочки, у мальчиков нет челочек. Потом тощие, худые. И затем, когда мы начали даже сниматься уже, я подумала, господи, носик бы поменьше, глазки бы побольше. У меня никогда не было ощущения сумасшедшей красоты и так далее. И вообще, вы знаете, не надо об этом никогда думать. Надо просто радоваться тому, что есть. Я никогда не задумывался. Красивая я, некрасивая, что мне идет. Нет, я знаю, что мне идет, какая у меня страна лучше, какой лучше сниматься. Но это уже кино мне привело. А вообще я никогда об этом не задумывалась. И никогда не считала себя красавицей. И до сих пор не считаю себя красавицей. Я спокойно к этому отношусь. Светлана Сергеевна, вы же сильная женщина. Ну, предполагаю, хотелось бы. Все равно бывают моменты невероятной слабости. И это всегда так. Это совершенно естественно. И даже великие, большие люди иногда слабеют. И им нужна подпора, поддержка. И я так же. В наше время очень часто бывает, что сильная женщина, которая абсолютно реализована в профессии, при этом не может построить личную жизнь. И говорят, что сильная вот такая личность в женщине, да, она вообще плохо уживается с сильным мужчиной рядом. Начинается какое-то соперничество и прочее. Как вы этого избежали? Какие есть секреты, такие вот женские, чтобы... Вы знаете, нет никаких секретов. Вот весь наш с вами сейчас диалог в этой маленькой честной комнатке говорит о том, что нету никаких секретов. Мы с вами абсолютно откровенно наружу все видим и слышим. Нужно просто друг к другу относиться с уважением, с пониманием, с прощением, с пожеланием только добра. И никогда, никогда, никогда не использовать слабые стороны обеих сторон, потому что когда вы укалываете в ту самую болевую точку, вы разбиваете абсолютные отношения. Потому что люди все несовершенны, совершен только Бог. Значит, есть слабые и сильные стороны. И когда вы начинаете вместе жить, вы понимаете, на что он способен, на что вы способны. Если вы находите вот эти зазоры, понимаете друга и прощаете, и не используете, так сказать, в порядке наказания или усовершенствования эти болевые точки, то все получится. Поэтому нельзя оскорблять, нельзя травмировать, нельзя унижать. Вот это самое страшное. Можно ссориться, спорить, можно стукнуть в дверь, можно даже разбить посуду. Но за этим должна стоять совершенно другая причина. Я могу кричать, когда он, например, не вытер ноги, а я тут понимаю, у меня все чистое, а там лежат тапки и вообще все теплый пол. А он понимает, что я идет, я кричу, ну почему, ты меня так не уважаешь, я понимаю, что столько здесь мыло. И тогда он останавливается посредине, именно там, где в самое мокрое место, снимает свои башмаки, становится ногами на самое мокрое место, говорит, ты довольна? Я прям что-то поднялась. И так далее. Особенно, когда вы начинаете вместе работать в семье. У каждого члена семьи есть своя площадка. И она должна определиться. Этот хороший в этом, этот хороший в этом, этот хороший в этом, этот хороший в этом. И это надо культивировать. И это только взаимопонимание и взаимозаменяемость. Один боится холода, другой боится жары. Понимаете, там еще что-то. Я говорю сейчас очень грубо. Надо уметь понять друг друга, принять таким, какой ты есть, а дальше никогда на этом не зацикливаться, уметь прощать, принимать, и это и есть вместе любовь. Как всегда, в середине часа пришло время для короткой сводки новостей. Катя, тебе слово. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. Главное на сегодня и всегда. Выразил надежду на то, что этот храм станет для них местом молитвы. Цитата. Я надеюсь и верю, что для многих из вас, членов ваших семей, это будет тем местом, куда вы будете приходить, молиться за богослужением, приступать к таинствам церкви. Конец цитаты. Напомним, что часовня в честь архистратега Божьего Михаила освящена в честь небесного покровителя русской армии и фельдмаршала Михаила Иларионовича Кутузова. Возвели ее на средства Московского общества хорум веносцев. В Вене прошли торжества по случаю 60-летия Венской австрийской епархии. Праздничные мероприятия возглавил председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Торжества начались с концерта духовной музыки, который прошел в кафедральном соборе в честь святителя Николая Чудотворца. Перед началом выступления гостей приветствовал епископ венский австрийский Алексий. Он рассказал о большом пути, который прошла епархия за годы своего существования, а также отметил созидающую роль храмов в православной церкви. Иерарх отметил, что они способствуют сохранению единства между представителями разных национальностей. Кроме того, присутствующим продемонстрировали материалы и показали презентации о жизни епархии. Одна из них была посвящена истории пивческих коллективов Николаевского собора в Вене, другая — периодом истории венско-австрийской епархии, ее архипастерям и священнослужителям. В завершение праздничного вечера Большой хор Николаевского кафедрального собора исполнил избранное церковное песнопение классических и современных композиторов. В Омске обсудили взаимодействие государства и церкви в вопросах противодействия идеологии терроризма. В работе «Круглого стола» под названием «Взаимодействие государства и церкви в вопросах противодействия идеологии терроризма, экстремизма, ксенофобии, гармонизации межнациональных отношений» приняли участие 62 педагога из 10 муниципальных образований Омской области. Участники обсудили вопросы профилактики экстремизма в подростковой среде, Поговорили о православном осмыслении причин экстремизма и терроризма и о том, как выстроить гармоничные межнациональные отношения. На этом пока все. С Богом в новый день. Здравствуйте. Магизм, как остаток язычества, очень живуч. Магизм проявляется в суевериях, а живет за счет страхов. Одним из самых распространенных и, наверное, самых сильных страхов является страх смерти. Там, где вера в Бога слаба, на основе страхов появляются суеверия. Вот так возникло целое море совершенно лживых примет и суеверий относительно смерти и проводов почившего человека в иной мир. Интернет пестрит суеверными приметами и даже угрозами, запугиванием, мол, энергетика смерти самая тяжкая, и не простит тебе несоблюдение примет. Если выслушать все, что предписывает суеверный обычай, то и правда можно прийти в смертный ужас. Нельзя оставлять покойника в комнате одного ни на минуту, иначе в доме случится беда. И правда, вдруг покойный без вашего присутствия на беда курит. Если вдруг у покойного открылись глаза, надо срочно закрыть, ибо тот, на кого упадет его взгляд, непременно умрет. Но жизнь в руках Божьих, она не зависит от того, кто уже расстался с этой жизнью. Еще мы слышим, что как только в доме кто-то почил, надо на 40 дней завесить все зеркала и даже все зеркальные поверхности непроницаемой материи, иначе душа покойного вместо загробного мира провалится в мир зеркальный и будет потом из зеркала к тебе выглядывать. В суевериях всюду страх, всюду ужас. Запуганный человек готов выполнить все, что угодно. Но надо отвлечься от этих страхов и вспомнить о бессмертной душе почившего, которая отправляется на Божий суд. Душа не застревает где-то в зеркале. Душа, сопровождаемая ангелом-хранителем, пытается взойти в рай, а ей препятствуют демоны. Они пытаются ее задержать на мытарствах, напоминая грехи почившего. И потому так важна молитва, чтение псалтыри, поминание души почившего в храме, на литургии, чтобы Господь простил этой душе грехи, чтобы она беспрепятственно взошла в обители рая. Занавеска на зеркале никому не поможет. Ну, разве что ты не увидишь свое напуганное лицо, а вот молитва поможет и тебе самому, и душе почившего. Страхов, связанных со смертью, очень много. Если поставишь рядом спокойные фотографии, то все, кто на них запечатлен, скоро умрут. Если кто перешел дорогу покойнику, то у него на теле пойдут опухоли. Еще говорят, что пока в доме находятся умершие, нельзя подметать, иначе выметишь на кладбище всех, кто живет в этом доме. Стол, на котором стоял гроб, переворачивают вверх ногами, чтобы смерть не застряла в этом жилище, и с той же целью кладут топор на место, где стоял гроб. Если довериться этим суеверным страхам, то можно заработать такие стрессы, что и правда, скоро отправишься на кладбище вслед за покойным. Разве переворачивание мебели или топор на месте гроба продлят тебе жизнь? Молись Богу, ибо Он твой небесный Отец. Он продлит твои дни настолько, насколько нужно. А кто-то, видимо, желая угостить покойного, ставит в его честь стакан с водкой, накрытый куском хлеба. Но алкоголь, приносивший беды еще здесь, душу многих людей – это самый худший вариант заботы о душе почившего. Душа перешла туда, где она прозревает, как бы отрезвляется от обманчивых наслаждений земли. У нее открываются глаза на духовный мир, и она понимает, насколько бессмысленны и жалки были земные страсти и увлечения. Зачем же в память о душе, восходящей к Богу, использовать то, что никак не поможет попасть ей в рай? Святые отцы говорят, что огромную силу имеет милостыня в память почившего. Молитва и дела милосердия – вот чем можно снискать Божию благодать. Души почивших спасаются именно благодатью Божией. Окажи милость живым ради души почившего. Это может быть обед для бедных, это может быть милостыня, благотворительность. Прояви милосердие к людям и проси их молиться о душе почившего. Милостыня – проявление любви. И спасение дается ради любви, ибо Бог есть любовь. Он откликается на нашу любовь и спасает тех, ради кого мы сами творим дела любви. И, конечно, велико поминание на литургии. Вот известен случай, когда у мощей святителя Феодосия Черниговского находился старец Алексей, и вдруг ему явился сам святитель Феодосий и попросил помянуть на литургии его родителей. Старец Алексей сказал, «Как же ты просишь, ведь ты сам находишься перед небесным престолом». А святитель ответил, «Да, это верно, но приношение на литургии сильнее моих молитв». В церкви у нас есть огромные, неоценимые сокровища спасения, в том числе спасение душ почивших христиан. Так что забудем про суеверие и обратимся к всесильному Богу. Да спасет Он души всех наших почивших, родных и близких. Храни вас Господь! 15 минут до конца часа, и как всегда в это время предлагаю послушать строки апостола, которые читаются сегодня в православных храмах мира. Отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею читает для нас писатель, литературовед Евгений Водолазкин. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога, от Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил Тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Сегодня мы начинаем читать первое послание апостола Павла к его любимому ученику, святому апостолу Тимофею. Любимый, а это значит, что можно доверить ему самое ответственное, самое сложное в тот момент – это Эфес. Там действительно динамичная духовная жизнь, и, как это часто бывает, когда есть вот такой бурный рост, тогда есть и различия, и даже разногласия. Вестой Павел направляет туда своего ученика Тимофея, и сегодня он пишет ему несколько строк наставлений, которые, как это часто бывает, как это всегда бывает в Слове Божьем, они звучат сквозь времена. И вот что говорит. «Увещевай некоторых из прихожан, чтобы они не учили иному, то есть чему-то, что не соответствует духу Христовой Церкви, иному, инородному, чтобы они не занимались, как сегодня сказано, баснями и родословиями бесконечными». Басни, святой апостол Павел часто употребляет это слово, и он им обозначает, ну, что-то нелепое. Но, к сожалению, в духовной жизни, если нет опыта, то человек начинает сочинять какие-то вот свои, выдумывать что-то про небо, хотя у него нет своего личного опыта, и вот это не соответствует вообще действительности. Он называет это баснями. Иногда говорит «бабьи басни», еще четко. А сегодня он указывает, что существует такая болезнь, вот именно в Ефесе. Они сплетают родословные. Знаешь, это еще с Ветхого Завета. Родословие очень важно, чтобы подчеркнуть статус человека. Но в духовной жизни это имеет никакого вообще отношения. Отец может быть верующим, а ребенок вообще не ходит в церковь. Есть же такое выражение «сын за отца, а не в ответе». Это как раз про эту ситуацию. И, Саша, и наоборот бывает. Родители не верующие вообще, а сын глубоко воцерковленный человек. Бывает, да. Не благодаря воспитанию, а вопреки вот этому воспитанию. А сегодня святой апостол говорит, не надо этих родословных здесь в церкви, не нужно. Пусть каждый отвечает сам за себя. И еще. А он говорит об евреях, иудеях, что они неправы, потому что они как-то уже слишком зациклились на своем иудействе, и они совсем замкнулись, зашорились. Христианин не должен так себя вести. Христианин открыт. И для язычников, прежде всего, и для всех людей христианство – универсальная религия. А те, кто настаивает на своей избранности, они не разумеют того, о чем говорят. Ну вот, не разумеют цели проповеди. Цель же проповеди состоит вот в чем. Цель увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры. Вот когда человек вот такое утверждает, тогда он христианин. Спасибо большое, батюшка. А мы продолжаем. Ну что, Саша, сейчас пришло время ответить на вопросы наших телезрителей. Дорогие друзья, мы получили от вас интересный вопрос, и некоторые из них мы прямо сейчас озвучим. Причем с большим удовольствием. И первый вопрос у нас сегодня от Ольги. Что значит для христианина доверять Богу? Есть ли у этого доверие границы, а Бог нам доверяет? Как вы думаете, батюшка? Два вопроса. Наши доверия Богу. И доверия Бога. И доверия Бога к нам. Вообще, по поводу нашего доверия, могу сказать, что слово доверие стало однокоренным для слова вера. Вот вера в Бога подразумевает доверие Господу. Что касается веры Бога в нас, так вот, конечно, будет дерзко говорить о Боге, да? Но смею предположить, что Бог нас любя и доверяет нам. Из чего я исхожу? Из того, что Он без всякой надобности для себя сотворил этот мир. И из любви. Она у него выливалась, и вот из любви Он дал нам жизнь. А вместе с жизнью дал нам право выбора. То, что называется свобода и выбора. И это уже подразумевает доверие. Ведь если бы не доверял, вряд ли дал бы вправо выбирать. Так что здесь все логично. Да, очень хорошо. Все логично. Спасибо. И следующий вопрос у нас от Андрея. У меня сейчас трудный период в жизни. Пишет он, я не понимаю, как понять в тяжелых обстоятельствах, что вот сейчас ты должен с ними бороться, а в другом случае оставить все, как есть, и довериться Богу. Тоже интересный вопрос. Вы знаете, это не противоречит довериться Богу и действовать. Потому что это предполагает наш рост. Когда мы действуем, мы иногда ошибаемся. Как говорится, шишек набил. Как говорится, за одного битого от двух небитых дает. И вообще в целом, друзья, в церкви нет ни одного праведника. Церковь наполнена грешниками, кающимися. И Господь Христос говорит так. Я пришел не к здоровым, но к больным. Не праведников призвать, но грешников к покаянию призвать. И стало быть, мы все поступаем, ну, иногда ошибочно. Но это наш выбор. И мы потом идем и на исповеди каемся за этот неправильный выбор. И делаем правильный выбор. Ну, например, перестает человек курить, я не знаю. Просто такой пример. Он раньше не знал, что это грех, а теперь он понял, что это грех. И Бог ему много раз говорил, что это грех. Когда он по утрам просыпался с неприятным, извините, запахом. Когда он кашлять начал. Когда у него начались проблемы с дыхательной системой. А потом и вообще что-то серьезное прям. И он каждый раз все громче и громче слышал этот Божий зов. Но при этом Бог, например, не отнимал у него легких или пальцев, которыми он может держать сигарету. Бог ничего у него не отнимал. Постепенно человек сам решался. Бог, да, Бог говорит с нами вот таким любящим языком. Не ломая нашу волю через колено, но дает нам ясно понять, что брат или сын, дочь, надо так-то делать. И тогда раз Господь наконец-то достучался через, может быть, через радость, а может, через скорбь, но достучался, и человек понял, что надо так-то. Как это? Кроха сын к отцу пришел и спросил, что такое хорошо, что такое плохо. Спасибо большое, батюшка, за ответы. Мы продолжим отвечать на ваши вопросы сразу после короткой паузы. Друзья, мы продолжаем нашу программу, и снова мы возвращаемся к рубрике «Утренняя почта», где мы отвечаем на ваши вопросы. Кажется, у нас еще один неотвеченный вопрос, да, Саша? Да, вопрос сегодня от Анатолия остался. Скажите, пожалуйста, почему церковь против эвтаназии, спрашивает он, если человек решится на эту процедуру, чей это грех – его или врача, который делает инъекцию? Что скажете, батюшка? Церковь никогда не поддержит эвтаназию. Это связано с нашим представлением о начале жизни и о конце жизни. Да, собственно, я самой жизнь. Здесь, в принципе, все три этапа различаются от представления, которые разделяет медицинское сообщество. Начало жизни. Мы понимаем, что это в руках Божьих, это вовсе не наш исключительно творческий акт, что мы все сотворены по образу, по подобию, значит, Бог дает нам жизнь. И продолжение жизни мы, как сказать, живем в этом мире, но мы как бы принадлежим и ему, и горнему миру. И у нас есть и тело, и душа. Вот это нас, в принципе, отличает от научного сообщества, которое утверждает, что все в мире только материально. А я не думаю так, батюшка, вот, кстати, великие врачи, тот же Лео Бакерия знаменитый, он как раз верит в Бога. Это замечательно, что он верит. Это я очень рад, что есть у нас верующие люди. Но в институтах преподают все так же, как и в советское время. Изучают исключительно человека под призмой материального его части, да, то есть косточки, мышцы, внутренние органы и прочие вещи, которые безумно интересны и пока еще далеко не изучены. Особенно голова. Особенно вот то, что касается уже граничного состояния между материальным и духовным. Духовно вообще недоступно. Хоть вы будете даже цемпядей во лбу, это недоступно. Это область мистическая и область веры. Ну а вот это жизнь. Когда мы в жизни какие-то что-то лечим. Врач замечательно лечит тело. Священник вместе с ним лечит душу, помогает человеку, исцеляет его, помогает ему таинствами, освещает его там в больнице. Ну а дальше смерть и выход души из тела. Здесь тоже принципиальная разница. Мы понимаем, что душа не умирает, что лишь тело умирает. И то, оно умирает только на время, оно вернется. Мы муки вот эти физические тоже осмысляем. Церковь не избавляет от мук, но дает силы вытерпеть то, что сейчас у тебя есть. И тогда возрастает сильный, духовно сильный человек. Не ропщит он на больничной койке, он не гневит Бога. Он благодарит Бога за все, что в него есть. И даже больше того, он понимает, что вот эти временные муки ему предпочтительнее, чем взять и сразу умереть. Потому что через эти муки он очищает свою душу терпением, вот так вот молитвою, прощением всех. У него есть время простить всех. Ну вот, а тут что, получается, взял и обрезал все вот это Богом данное время и взял и отправил его на тот свет. Зачем? Вот чего ради отрезал то, что Бог ему дал? Поэтому никогда церковь не даст свое благословение на эвтаназию. Скорее, церковь поможет человеку выздороветь, ведь много шансов, что он все-таки выкарабкается. Чудо происходит в этой жизни. И те же доктора, свидетели этих чудесных исцелений, ничем не объясним их, а мы, получается, могли бы лишить человека вот этого. Ну и вообще, даже если он и отойдет ко Господу, он отойдет перемиренный, он отойдет уже со смиренным сердцем. И во всяком случае, именно в церкви многие люди, именно в больнице, на больничной койпе приходят к вере. А по поводу чей-то грех, ну тут же мы не адвокаты, чтобы прям расценивать. Вот мое личное мнение, конечно, есть сфера ответственности обоих. И того, кто просит, он не понимает, и нельзя сказать, прости Господи, он не ведает, что творит, он знает, что он хочет. И того, кто поможет ему, у него тоже есть часть вины, поэтому лучше обоим призадумываться над этим. Это неправильно, этого не стоит делать. Спасибо за ответ, батюшка. А мы продолжаем, и, как всегда, в середине часа, короткая сводка новостей. Екатерина, тебе слово. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. Доброе утро. Я надеюсь и верю, что для многих из вас, членов ваших семей, это будет тем местом, куда вы будете приходить, молиться за богослужением, приступать к таинствам церкви. Конец цитаты. Напомним, что часовня в честь архистратега Божьего Михаила освящена в честь небесного покровителя русской армии и фельдмаршала Михаила Иларионовича Кутузова. Возвели ее на средства Московского общества хорубеносцев. В Вене прошли торжества по случаю 60-летия Венской и Австрийской епархии. Праздничное мероприятие возглавил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Торжества начались с концерта духовной музыки, который прошел в кафедральном соборе в честь святителя Николая Чудотворца. Перед началом выступления гостей приветствовал епископ венский австрийский Алексий. Он рассказал о большом пути, который прошла епархия за годы своего существования, а также отметил созидающую роль храмов в православной церкви. Иерарх отметил, что они способствуют сохранению единства между представителями разных национальностей. Кроме того, присутствующим продемонстрировали материалы и показали презентации о жизни епархии. Одна из них была посвящена истории пивческих коллективов Николаевского собора в Вене, другая — периодом истории венско-австрийской епархии, ее архипастерям и священнослужителям. В завершение праздничного вечера Большой хор Николаевского кафедрального собора исполнил избранное церковное песнопение классических и современных композиторов. В адриуме Национальной библиотеки Беларуси в Минске патриарший экзарх «Всея Беларуси» митрополит Минский и Заславский Вениамин возглавил торжественную церемонию открытия девятых белорусских рождественских чтений «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего образ будущего». Рассуждая о целях чтений, иерарх сказал о том, что они призывают человека обратиться к культуре и ее духовным истокам. В завершение патриарший экзарх подчеркнул, что, признавая значимость культуры, церковь употребляет все усилия, чтобы содействовать ее развитию. Работа чтений продлится до 21 декабря. Чтение вызывает нас обратиться к культуре. Это значимость составляющая жизни современного человека. И причем не просто посмотреть, как развивается культура сейчас, а обратиться к духовным истокам культуры и через века просмотреть, как развивалась культурная составляющая общества, что мы сейчас имеем, какие перспективы будущих. И, конечно, на что направить усилия, чтобы культура служила своим высоким предназначением. На этом пока все. С Богом в новый день! Мы продолжаем программу и наш следующий сюжет о главной святыне Серафима-Дивеевской обители. Сегодня мы расскажем о святой канавке, которую начали сооружать еще при жизни преподобного Серафима, а повелела ее выкопать сама Царица Небесная. Здесь тихо-тихо, только пение птиц, да шепот людей, проходящих рядом. Слова молитвы здесь слышны с самого утра и до позднего вечера, в любую погоду. Люди идут по святой канавке, непрекращающимся потокам, молятся о живых и мертвых, просят Царицу Небесную, каждый о своем. Когда-то Матерь Божия сама прошла этим путем, взяв в свой четвертый удел Дивеевскую обитель. По ее слову, и эта канавка была создана. Появилась она, как все у нас здесь в Дивеево, по слову Царица Небесной, которая явилась однажды батюшке Серафиму в Саровском лесу и повелела ему взять восемь сестер из казанской общины, которая была основана до этого. Сестры были названы по именам, и надо было этих восемь сестер перевести на новое место. Там, где кусочек земли пожертвовала генеральша Постникова для Дивеевских сестер. Вот это как раз то самое место, которое внутри канавки. Для этой новой девичьей общины надо было построить два рождественских храма, поставить мельницу-питательницу, чтобы было на что сестрам жить, и окопать пожертвованную территорию канавкой. Так батюшка Серафим велел, а значит, сама Божья Матерь. Ведь, как батюшка говорил, я по своей воле в монастыре ни одного камешка не поставил, только по указанию Царицы Небесной. Ну а канавка – это место особого ее присутствия здесь в Дивеево. Батюшке Серафиму было открыто, что она прошла по границам пожертвованной земли, беря ее под особое свое покровительство. И вот тогда он велел не просто прокопать канавку, а еще и вал сложить по границам этой земли и таким образом сделать зримым путь, по которому прошла Царица Небесная. Начало канавки положил сам преподобный Серафим в 1829 году, накануне праздника Святой Троицы. А затем ее обустройство продолжили сестры. Трудно было, но батюшка наставлял. А вы прокопайте хоть на оршин, на пол оршина, потом докопают. Докопали в наше время уже и сделали именно такую канавку, как батюшка Серафим и заповедовал. Трехоршинную. Три оршина глубиной, три оршина шириной и вал тоже трехоршинный. Ну а первые сестры, конечно, такую канавку не могли сделать, потому что на самом деле это очень сложное геодезическое сооружение. И нам помогали ее устраивать специалисты из Московского строительного университета. Длина богородичной канавки по осирва 775 метров. Немного. Чтобы пройти, нескольких минут хватит. Но люди не торопятся. Некоторые обувь снимают, босиком идут. И все по заповеди батюшки Серафима молитву причистой читают. Два известных пророчества батюшки Серафима. Во-первых, он говорил так, что кто пройдет по канавке и 150 раз прочитает, богородица, дева, радуйся, для того все здесь будет. И Афон, и Киев, и Иерусалим. То есть такая большая благодать на этой канавке. А еще он говорил так, что в последние времена везде будет антихрист. Только за канавку пройти не сумеет, потому что поднимется эта канавка от земли до неба. Но она, наверное, уже и сейчас стоит таким защитным заслоном для всего нашего мира. Потому что тысячи человек каждый день проходят по канавке. И все ведь идут с молитвой. Многие паломники, уезжая домой, хотят взять с собой хоть кусочек этого святого места. А потому берут землю с канавки, вспоминая слова преподобного Серафима о том, что будет эта земелька как золото цениться. Ведь по канавке каждый день проходит Богородица. Которая взяла Дивеева в свое четвертое дело. А мы идем по ее следу, молимся, благодарим, рассказываем о своих проблемах, ждем помощи и утешения. И получаем это. Каждое утро мы предлагаем вам совершить доброе дело и сегодняшний день не исключение. Сейчас есть целая платформа, где можно поддержать самые разные благотворительные церковные инициативы. Например, помочь собрать портфели к учебному году детям из нуждающихся сельских семей. Приобрести специальные инвалидные коляски для детской футбольной команды. Поддержать бездомных стариков. Отремонтировать дом для одиноких мам с детьми, которым некуда идти. Церковная платформа «Поможем» на сайте миром.хелп. Это простой и удобный способ помочь всем и каждому, кто нуждается в нашей поддержке. Прямо сейчас на сайте миром.хелп вы можете выбрать проект по душе и сделать пожертвование. Даже небольшая лепта очень важна. Делая доброе дело на сайте миром.хелп, вы меняете в лучшую сторону жизнь тех, кому тяжело. Молитва матери со дна моря достанет. Так гласит народная мудрость. Героиня нашего следующего сюжета поделилась рассказом о том, какое чудо сотворила в ее жизни материнская молитва и соборование. Множество испытаний выпало на пути Оксаны к Богу. Неутешительный диагноз, две сложнейшие операции. Но именно череда недугов поселила веру в ее сердце. В 2014 году Оксане диагностировали острую кишечную непроходимость. Требовалась срочная резекция желудка, операции по удалению желчного пузыря и части двенадцатиперстной кишки. Надежды на благополучный исход и легкую реабилитацию практически не было. Когда я попала в тяжелом состоянии в институте Несклифосовского, мне сказали, что будет операция серьезная. Вы знаете, батюшка ходила по палатам с матушкой. Посмотрели на меня, говорят, перед операцией желательно собороваться и прочиститься. В тот момент Оксана была далека от веры, но страх перед операцией заставил прислушаться к совету батюшки. Это было ее первое осознанное причастие. И началось оно с чуда. Тогда на службе Оксана впервые явственно ощутила присутствие Господа в своей жизни. Есть храм часовника. Я постояла на службе, я поняла, что мне это надо. И вот первая моя операция прошла. Она шла 6 часов. Как бы я очень быстро достаточно восстановилась после нее. Едва придя в себя, женщина снова пришла в храм поблагодарить за успешную операцию, за труд врачей. После 6 часов наркоза она вернулась в этот мир другим человеком, с Богом в сердце. Но есть еще путь проявления чудес, когда человек неверующий приходит в храм и может быть от отчаяния. И он уже ищет последнего утешения, молится и своими словами. Дай мне, Господи, вот это. Если Ты есть на небе, дай мне. И иногда таким людям Господь дает. Если их просьба искренняя, если она на пользу. И вот это чудо, о многих верующих, которые пришли к Богу, начали приходить к Богу. Такие чудеса укрепляли их веру. И благодаря таким чудесам люди становились воцерковленными верующими людьми. И всю жизнь, может быть, и говорили о том, что я пришел к Богу благодаря тому чуду, которое мне Господь даровал. Но дальше Оксане предстояла вторая операция. Еще сложнее. И снова с туманными прогнозами. Причастие и материнская молитва сотворили чудо и в этот раз. В 20-м году у меня, опять-таки, в 21-м, была вторая операция. Тоже по таким же показателям. Первая была бильюрт-1, вторая была бильюрт-2. Удалили еще больше, но там было все еще печальнее, скажем так. Там я полгода ходила с дренажами, удалили еще больше. И опять же, с помощью только Господа Бога и мамины молитвы меня оттуда вытащили. Когда мать молится за свои чадо, можно сказать, что ей помогает сама Богородица. Поэтому материнская молитва, как говорят в народе, это молитва, которая подымает ребенка со дня моря. И поэтому материнскую молитву слышит Богородица, помогает и скоро исполняет просимое верующего христианина. Эти испытания болезнью научили Оксану доверять воле Господа, ценить свою жизнь, своих близких и за все благодарить. Я, конечно, еще хочу сказать, что и родственники тоже молились все. У меня две тети, они очень верующие. Ходили в храм, ставили свечи, заказывали сороколостную. Это очень большая сила. Православное чудо в жизни верующего человека – это прежде всего результат его молитвы, результат его прошения к Богу. И, конечно, это действие благодати Господней. Это происходит не обязательно после длительных молитв или тысячи дней, тысячи ночей на камне. Это может происходить, когда человек искренне кается, искренне молится и просит у Бога или у Богородицы помощи. Оксана по-прежнему старается как можно чаще причащаться. В Можайский Новый Никольский собор она теперь приходит со своей дочерью. Маме очень хочется, чтобы путь Есении к вере лежал не через испытания и болезни, а через любовь и великую радость жизни с Господом. Татьяна Нарожнова, Александр Маклеонов, телеканал «Спас». Прошла четверть часа, а значит, время поговорить о святых и праздниках сегодняшнего дня. Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память святого апостола Филиппа. О его жизненном подвиге поговорим прямо сейчас. Термальные источники Памук-Але – невероятное по красоте место. С турецкого название переводится как «Хлопковый замок». Еще это место называют «бассейном Клеопатры». По легенде, именно здесь она черпала красоту и молодость. Семь лет назад в этом курортном местечке на юго-западе Турции археологи обнаружили могилу святого апостола Филиппа. Святой Филипп родился в галилейском городке Вифсаиде, на родине апостолов Петра и Андрея. В отличие от них, простых рыбаков Филипп изучал священное писание и хорошо знал все пророчества о Мессии. Евангельский призыв Христа Филипп услышал одним из первых. Святой без малейших колебаний отправился за Спасителями. Писание показывает его как человека заботливого. Филипп беспокоился о том, чтобы пять тысяч человек на берегу во время проповеди не остались голодными. Его просили греки познакомить их с Иисусом, и, наконец, именно Филипп во время Тайной вечери спрашивал Христа о Боге Отце. После воскресения святой отправился проповедовать Слово Божие в Галилею, Грецию, Сирию и Малую Азию. Его служение сопровождалось чудесами. Он молитвами воскрешал мертвых и исцелял людей. В Малой Азии к Филиппу присоединилась его родная сестра Мариамна и апостол Варфоломей. В Иераполе, нынешнем Памукале, святые исцелили и привели к вере жену проконсула. Ее обращение вызвало ярость чиновника. Филиппа и его спутников распяли вниз головой. По легенде, в этот момент началось сильнейшее землетрясение. Погибли множество язычников и сам проконсул. В ужасе мучители бросились снимать с креста Варфоломея и Мариамну, те были еще живы. Спасти Филиппа мучители не успели. Варфоломея и Мариамна достойно похоронили тело святого. На месте погребения апостола Филиппа был построен храм Мартириум, открытый человечеству только в наши дни. О святом Филиппе говорится в Священном Писании. В Евангелии несколько раз, в деяниях апостольских. Это один из самых близких учеников из тесного круга 12 апостолов. Святой, как и все апостолы, получил в жребий поехать куда-то в дальнюю сторону, чтобы там проповедовать. Собственно, в этом есть апостолат, чтобы понести Евангелие куда-то в другую землю. И, как и большинство апостолов, почти все апостолы, он был умершвлен еще в молодом возрасте. Напомним, что только святой апостол Иоанн Богослов, что называется, дожил до старости, и глубоким старцем уже почил о Господе и даже не своей смертью. Святой апостол Филипп нам впервые предстает перед читателем Евангелие, когда Господь набирает своих первых учеников. И тогда апостол Филипп приходит к другому будущему апостолу, к Нафанайлу, и говорит, мы обрели Мессию. Этот знаменитый диалог, когда Нафанайл в скепсии скажет, откуда, из Назарета, может ли быть что-то хорошее из Назарета? И вот это очень важно сегодня подчеркнуть, что апостол Филипп, он не был свидетелем какого-то ошимоломляющего успеха, и вот на волне успеха он вместе с другими пришел уже к готовому Мессию прославленного встречать. Нет, он один из самых первых, а это значит, что его вера должна была утвердиться, закалиться, и его вера действительно подвиг. Он пришел, увидел Иисуса, еще никому неизвестного, непрославленного. И вот он сразу поверил. И с этой веры приходит к Нафанайлу и говорит, мы обрели Мессию Иисуса Христа из Галилеи, из Назарета. Вот сегодня надо вспомнить об этом, и надо обязательно постараться подражать этой вере. Иногда так бывает, что мы не видим еще триумфа церкви. Наоборот, часто мы слышим разные некрасивые разговоры, сплетни о людях церкви, о самой церкви Христовой. Мы слышим очень много негатива, и вот в этом океане негатива, если кто-то стоит и верует, это уже подражание святому Филиппу, это уже подвиг веры. Спасибо, батюшка. А все, кто назван в честь святого апостола Филиппа, память которого сегодня празднуется, мы с отцом Василием поздравляем с именами. Пусть Господь хранит вас, друзья, в добром страве на многое и благая лето. Батюшка, как всегда по понедельникам, мы с вами развенчиваем все мифы о церкви. Ну, не все, ладно. Но постараемся, по крайней мере, хоть какие-то сегодня развенчать. Вы готовы? Я готов. И первый миф такой. Крестить ребенка нужно, чтобы он не болел. Что скажете? Неправильно. То есть, в том числе и для этого, оно это где-то на десятом месте. Первых надо крестить ради того, чтобы он получил паспорт гражданина Нева. Как красиво звучит. Следующий миф. Свечи нельзя ставить левой рукой. А то что? Не пугает ничего? Что-то плохое случится. Ну ладно. Я бы левой рукой прям ставил, только вопреки вот этим предрассудкам. Я бы так сказал. У меня здесь сердце, яд сердца. Вот с той стороны. А тем более человек может оказаться левшой. И для него это левое, да, выполняет все функции правой руки. Следующий миф. Церковь против науки. Поэтому среди ученых нет верующих людей. Что абсолютно, конечно, неправда. В вопросе уже ошибка. Среди ученых большое количество верующих людей, которые открыто о своей вере заявляли. И уже одно это опровергает и тезис. Ну а найти разницу в нем очень сложно. Потому что вот вера, богословие вернее, это тоже наука. Только наука о Боге. Спасибо, батюшка. Следующий миф, он довольно распространен. О том, что если пособоровать тяжело больного человека, он скоро умрет. Вот что на это, батюшка, ответите? Есть основания так веровать. Да. И уходят они корнями в исповедь. Таинство собора не глубоко связано с этим таинством покаяния. И если человек действительно разрешился от грехов, это способствует его такому расслаблению, что ли. Вот он теперь спокоен. И Господь такого же примирившегося с небом человека принимает к себе. Довольно часто на практике так бывает. Но я бы не стал ставить вот в прямую зависимость соборования и скорую кончину. Потому что мы молимся там о здравии. Пока человек жив, мы молимся только о его здоровье. И следующий миф о том, что спасение можно заслужить добрыми делами. Что на это скажете? Есть только одна заслуга, которую оказал нам Бог через свою крестную смерть, через распятие и воскресение. Вот это называется в богословии искупление. Настолько много грехов у каждого из нас и в целом у человеческого сообщества, что никаких усилий человеческих не хватило бы для этой задачи, чтобы ее решить. А в истории церкви был такой Пелагий, был такой Савелий. Это ересь. Пелагианство – это ересь, которая как раз утверждала этот ложный тезис, что можно спасение заслужить своими собственными усилиями. Батюшка, вы развенчали все мифы на сегодня. С вами вас поздравляю. А мы сейчас прервемся на короткую паузу. Как всегда в середине часа короткая сводка новостей. Екатерина, тебе слово. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. Храм в честь Архангела Михаила при Кутузовской избе города Москвы стал главным храмом военной прокуратуры России. Торжественное оглашение распоряжения святейшего патриарха Московского в Сеярусе Кирилла прошло в минувшую субботу. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, обращаясь к сотрудникам военной прокуратуры, выразил надежду на то, что этот храм станет для них местом молитвы. Цитата. «Я надеюсь и верю, что для многих из вас, членов ваших семей, это будет тем местом, куда вы будете приходить, молиться за богослужением, приступать к таинствам церкви». Конец цитаты. Напомним, что часовня в честь архистратега Божьего Михаила освящена в честь небесного покровителя русской армии и фельдмаршала Михаила Иларионовича Кутузова. Возвели ее на средства Московского общества хорум веносцев. В Вене прошли торжества по случаю 60-летия Венской и Австрийской епархии. Праздничное мероприятие возглавил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Торжества начались с концерта духовной музыки, который прошел в Кафедральном соборе в честь святителя Николая Чудотворца. Перед началом выступления гостей приветствовал епископ венский и австрийский Алексий. Он рассказал о большом пути, который прошла епархия за годы своего существования, а также отметил созидающую роль храмов в православной церкви. Иерарх отметил, что они способствуют сохранению единства между представителями разных национальностей. Кроме того, присутствующим продемонстрировали материалы и показали презентации о жизни епархии. Одна из них была посвящена истории пивческих коллективов Николаевского собора в Вене, другая — периодам истории венско-австрийской епархии, ее архипасторам и священнослужителям. В завершение праздничного вечера Большой хор Николаевского кафедрального собора исполнил избранное церковное песнопение классических и современных композиторов. В Омске обсудили взаимодействие государства и церкви в вопросах противодействия идеологии терроризма. В работе «Круглого стола» под названием «Взаимодействие государства и церкви в вопросах противодействия идеологии терроризма, экстремизма, ксенофобии, гармонизации межнациональных отношений приняли участие 62 педагога из 10 муниципальных образований Омской области. Участники обсудили вопросы профилактики экстремизма в подростковой среде, поговорили о православном осмыслении причин экстремизма и терроризма и о том, как выстроить гармоничные межнациональные отношения. На этом пока все. С Богом в новый день. Сегодня день памяти апостола Филиппа. В церковных календарях можно увидеть пометку «заговение на рождественский пост». Что такое пост, знают практически все. Или думают, что знают. Как раз об этом мы поговорим отдельно. Но вот загадочным «заговением» у людей, далеких от церкви, дела обстоят куда сложнее. А когда человек, недавно пришедший в храм, слышит добавок про сухоедение, которое предписывает некто суровый по имени Типикон, становится немного страшно. И появляется мысль, как пережить это тяжелое время, не унывая и без потерь для своего здоровья. Итак, в чем главный смысл поста, совместимо ли это время с радостью, и возможно ли послабление. Об этом мы поговорим сегодня с настоятелем храма святого князя Владимира в Новогирееве, протоиереем Алексеем Ватаноговым. Дорогой батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, отец Алексей. Такой вопрос. Что в первую очередь приходит на ум при слове «пост»? Самый распространенный ответ будет про ограничения в еде. И это касается не только людей светских, но и православных, к сожалению, со стажем. Но на теме «что есть, а что не есть» у многих познания заканчиваются. Отец Алексей, вот по-вашему, что все-таки главное в этот период для верующего человека? Очень метко подмечено. Действительно. Буквально сегодня спрашиваю. Ну что, вы будете поститься? Нет, не буду поститься. У меня болезнь, там, желудок, там, анемия, еще что-то. Говорю, что разве «пост» это про еду? Ну, да-да, конечно, «пост» это не про еду. Сразу православный человек поправляется. «Пост» – это борьба. Время борьбы с грехами и страстями. И воздержание телесное, в том числе воздержание от пищи – это важная составляющая части. Но не цель поста. Мы ограничиваемся в пище, боремся с своими греховными желаниями, своими страстями ради достижения духовной цели. Собственно говоря, борьба с своими грехами и страстями и победа над ними – есть главная цель христианской жизни и поста в том числе. Поэтому, безусловно, «пост», как теперь говорят сейчас, это не про еду. Но, тем не менее, воздержание в пище – это важнейший инструмент, которым не надо пренебрегать. Это тоже важно, хотя, безусловно, не являются главной целью поста. Отец Алексей, расскажите, вот «постов» у православной церкви несколько. Давайте поговорим о том, в чем отличие именно филипповского. Ну, филиппов, пост, филипповский пост, или, как чаще его называют, рождественский – это 40 дней воздержания перед праздником Рождества Христова. Он готовит нас, этот пост, к празднику Рождества Христова. И великий пост нас готовит к празднику Пасхи Христовой, а филиппов Рождественский пост подготавливает нас к встрече Христа Новорожденного. Множество религиозных изданий и интернет-ресурсов публикуют подробный список разрешенных постных продуктов. При этом большое внимание уделяется чтению этикеток, сушек и пряников, чтобы, не дай бог, не впасть в грех, употребив сухое молоко или яичный порошок. Но если углубиться в изучение молекулярного состава и подсчеты, сколько вешать в граммах, есть опасность забыть о самом главном. Как соблюсти меру в этом вопросе? Ну, конечно, это вызывает даже улыбку. Там, выискивание яичного порошка в макаронных изделиях или там, да строго говоря, и в хлебе, потому что самый постный продукт. Конечно, хлеб и вода, да, и в хлебе можно найти что-то скоромное формально. Безусловно, и хлеб, и сушки, и макароны – это постные продукты. И выискивать там ингредиенты скоромные не следует. Это совершенно неправильно. Выискивать, знаете, это буквально по Евангелию, что мы отцеживаем комара, верблюда глотаем. Бороться надо со своими грехами и страстями. Нужно стараться делать добрые дела. Нужно поусерднее молиться Богу. Нужно обязательно принести покаяние, прийти на испыть, причаститься святых тайн Христовых. Вот что важно. Такой вот скрупулезный молекулярный подход к ингредиентам, так сказать, меню – это ошибка. С уверенностью можно сказать, что Господь нас будет судить не за количество и не качество съеденного, а именно за состояние нашей души, за наше желание быть с Богом. За то, как мы заповеди соблюдаем, любим ли мы ближнего, любим ли мы Господа Бога. И повторю еще раз, что воздержание в пище – это важный инструмент. Не надо преувеличивать. Это именно инструмент, который позволяет нам достичь духовных целей. Мы знаем, что не всем предписан строгий пост. Отец Алексей, расскажите, вот на вашем приходе, вы даете своим прихожанам определенное послабление? И в каких случаях? Ну да, вот с точки, с чего начали, повторю еще раз, что поститься может любой человек без исключения. И любой верующий человек должен поститься. Мера поста, она может быть разная. Даже по типикону, по строгому уставу, освобождаются от поста в пище, кормящие матери, непраздные, беременные, болящие, маленькие дети, старые люди, путешествующие. Безусловно, есть категории людей, которые освобождаются от строгого поста в пище. Но нельзя отменять пост именно в том ключе, в котором мы говорим об этом, что пост – это не только упражнение диетическое, это упражнение духовное, это борьба со своими немощами, грехами, страстями. Поэтому каждый человек может поставить перед собой духовную цель на наступающий пост и постараться ее исполнить. В этом смысле ограничений нет никаких ни у кого. Батюшка, мы привыкли думать, что Рождество, которым у нас готовит Филипповский пост, это светлый семейный праздник с елкой, подарками и веселым застольем. Но вот у знаменитого проповедника XX века митрополита Антония Сурожского есть такие слова о Рождестве. Сегодня вечный Бог, рождается во время. Сегодня начинается крестный путь Господень. Как совместить такое понимание этого события с радостью, которой наполнено буквально для нас ожидание Рождества? Это вообще возможно? Конечно, конечно. Рождество – это не только елка, украшение, индейка, там, не знаю, курочка, конец воздержания. Это духовный праздник, и он наполнен светом Рифлеемской звезды, светом родившегося в мир Спасителя. Конечно, это радость. Да, это начало крестного пути Спасителя, безусловно. Но это радость того, что Бог стал человеком. Радость того, что теперь каждый человек через Христа, во Христе, может соединиться с Богом. Как учат отцы церкви, каждый человек призван к обожению. Вот через Христа мы можем воплотить замысел Божия в человеке. Это главизна, начало нашего спасения. И праздник Благовещения тоже называют Боговоплощением. И праздник Рождества Христового тоже Боговоплощением. Бог стал человеком. Этого события тысячи лет ждало человечество. Конечно, это величайшая радость. Радость того, что Бог стал человеком. Для того, чтобы каждый человек соединился с Богом. Спасибо, отец Алексей. Об особенностях рождественского поста, который начинается уже завтра, мы говорили с настоятелем храма святого князя Владимира в Новогирееве, протеереем Алексеем Ботаноговым. Всего доброго. До свидания. На часах без четверти, а значит, настало время рассказать о наших современников, принявших мученическую смерть в годы гонений. И сегодня церковь молитвенно чтит подвиг священномученика Василия Лихарева. 6 января 1937 года в СССР состоялась однодневная перепись населения. Результаты массового опроса практически сразу же были объявлены вредительскими. И они показали, что верующими себя считает треть городского и две трети сельского населения страны Советов. Итоговые материалы переписи засекретили. А власть приготовилась к новому удару по антисоветским элементам. Прежде всего по русской церкви. Летом 1937 года был дан старт большому террору. Массовыми репрессиями, жертвами которых стали десятки тысяч священников, монашуствующих и мирян. Среди них был и протеерей Василий Лихарев. Имя Василий Алексеевич Лихарев. Год рождения 1871. Место рождения. Село Тишилово Клинского уезда Московской губернии. Образование. Вифанская духовная семинария. Должность. Клирик Знаменской церкви в селе Оксинино Московской области. Обвиняется в антисоветской агитации. Приговорен к расстрелу. В сентябре 1937 года сотрудники НКВД стали допрашивать всех, кто мог бы дать показания против священника из подмосковного села Оксинино Василия Лихарева. И такие нашлись. Один лжесвидетель сообщил о любопытном разговоре с батюшкой. Один из свидетелей рассказал, что годом раньше отец Василий разговаривал с ним о строительстве Дворца Советов. И по словам этого человека, который согласился оклеветать священника, отец Василий говорил, что Дворец Советов похож на Вавилонскую башню. И как Вавилонская башня была разрушена, так и правление большевиков будет недолговечным. Этот диалог и послужил основанием для ареста. 15 ноября 1937 года сотрудники Красногорского отделения НКВД арестовали отца Василия и заключили в Таганскую тюрьму в Москве. Через несколько дней следователь допросил священника, пересказав ему показания свидетелей. Отец Василий не согласился ни с одним из наветов и заявил, что никогда не занимался антисоветской агитацией. Однако 20 ноября следствие было завершено. Обвинительное заключение передали на рассмотрение тройки НКВД, которое и приговорило священника Василия Лихарева к расстрелу. Казнили батюшку 27 ноября на Бутовском полигоне под Москвой. В судьбе отца Василия видна судьба, можно сказать, всего священства этого периода. Клевета, ложный донос, арест, допрос, который в итоге ничего не показал, и мученическая смерть. Священномученик Василий здесь отражает все то, что пережила вся русская церковь в 1937 году. Василий Алексеевич Лихарев родился 25 марта 1871 года в семье Диакона. Окончив Дмитровское духовное училище и Вифанскую духовную семинарию, он женился, а в 1894 году принял священный сан. Местом служения отца Василия был определен новообразованный монастырь в честь Казанской иконы Божьей Матери в селе Головино Московской губернии. По сути, вся жизнь отца Василия была связана с этим монастырем. Даже когда он вернулся из ссылки и стал служить не в самом монастыре, который был закрыт, а на приходе рядом, он продолжал окормлять монахини этой обители, некоторые из них жили у него дома. Таким образом, отец Василий всю жизнь был священником Головинского монастыря, даже уже после его закрытия. В феврале 1904 года началась русско-японская война. Отец Василий был направлен полковым священником в действующую армию на Дальний Восток. За смелость и верность своему пастырскому долгу батюшку наградили серебряной медалью, которую достаивались лишь отличившиеся воины. В 1905 году, после окончания войны, отец Василий вернулся в родной казанский Головинский монастырь. Здесь же он встретил революцию 1917 года. В 1920-х годах Головинский монастырь, как и многие другие обители, был закрыт. Это было сделано не сразу. Сначала у обители отобрали один из храмов, потом стали всячески притеснять монахини и священников, служивших там, чтобы в итоге завершилось закрытие монастыря. Во время принудительного закрытия монастыря и состоялся первый арест отца Василия Лихарева. В августе 1929 года особым совещанием при коллегии ОГПУ было вынесено решение, запрещавшее батюшке жить в Москве и области на протяжении трех лет. Отец Василий был вынужден переехать в Тулу. 28 июля 1932 года, после окончания срока административной ссылки, священник вернулся домой и застал печальную картину. Монастырский собор безбожная власть обратила в клуб. В склепе, где были похоронены основатели монастыря, устроили склад зерна. Монастырскую богодельню закрыли. Так отец Василий стал служить в Знаменской церкви в селе Оксинино. Отца Василия очень полюбили прихожане. Он был внимательным священником, и к нему приходили в том числе и многие образованные люди. Это были преподаватели Темирязевской академии и представители интеллигенции. Несмотря на такое непростое время, они также приходили в храм. И отец Василий для многих из них был добрым, внимательным пастырем, который пользовался всеобщим авторитетом. Отец Василий, его супруга, сын и дочь жили в ощущении постоянной опасности. Однако самоотверженный пастырь не оставил своего служения. В ноябре 1937 года по ложному доносу его арестовали. При обыске у батюшки отобрали награды, полученные во время русско-японской войны, позолоченные на перстный крест и митру. Священника усадили в черную машину и увезли в неизвестном направлении. Не выдержав горя, жена отца Василия вскоре заболела и скончалась. Только в 1984 году родственникам батюшки сообщили, что тот якобы умер в заключении в 1941 году от сердечной недостаточности. А уже в 1992 году стало известно, что священника расстреляли почти сразу же после ареста. На юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протеерей Василий Лихарев был канонизирован и причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских. Как часто нужно ходить в храм? И какая молитва самая главная? Часто интересуются те, кто только начинает свой путь в оцерковление. Протеерей Федор Бородин ответил на эти вопросы, а еще рассказал, как часто причащались апостолы и что такое День Господень. Отец Федор, я не очень много читал духовной литературы, но читал Евангелие. И по моему мнению, как мне показалось, Иисус там конкретно дает человеку молитву, Отче наш, да, учит. И учит именно молиться. И вот отсюда вытекает вопрос по поводу чистоты посещения храма. И откуда это вообще пошло, что вот нужно ходить в храм о чистоте причащения. Действительно, самая главная наша молитва, которая так и называется, молитва Господня, это молитва Отче наш. Бездонная молитва, в которую мы всю жизнь всматриваемся, вслушиваемся. И которую иногда читаем медленно-медленно. Но то, что касается храма, во-первых, если внимательно читать Евангелие, там видно, сколько раз сам Христос бывал в храме. Каждый раз, когда он был в Иерусалиме, он шел в храм. Храм был тогда один. Это был Иерусалимский храм. В книге «Деяний святых апостолов», которая является продолжением Евангелия от Луки, написана тем же автором, Лукой, мы имеем картину жизни Первой Церкви. То есть апостолов после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. И мы видим, что они собирались уж как минимум раз в неделю, в воскресный день, в день воскресения Христа, они собирались на совместную трапезу, которую мы называем литургией. И причащались. И делали это сначала, пока Христос был среди них. Он являлся им. Потом после Вознесения уже без него. И вот этот ритм, он был взят церковью за такую основу на всю последующую историю свою. Я бы даже здесь, может быть, вспомнил слова из той же книги «Деяний». Это 2 глава, 42 стих. Очень я люблю этот отрывочек маленький. О первых христианах. И они ежедневно пребывали в учении апостолов, в общении. Очень интересно, да? У нас сейчас нет такого ежедневного общения христиан между собой. В храме я имею в виду. В преломлении хлеба, то есть и в харистии, и в молитвах. Ежедневно. То есть первое время они неотступны. Но они ждали второго пришествия очень скоро тогда. Но они неотступны, бывали вместе. Но вот день Господень, мы же не можем там не работать. Все же работают, да, понятно. Но день Господень, день, посвященный Господу, мы проводим его здесь, в храме на Евхаристии. Храм – это место, где мы получаем дары определенные. То есть, в принципе, помолиться можно везде. И действительно, Господь может везде услышать человека, и ответить на его молитву может везде, и покаяние принять может везде, да. Но храм – это такое место, где мы получаем то, что мы везде не можем получить. Например, причастие. И потом, в принципе, в храме все сделано нам в помощь, чтобы отрешиться от суеты, от того, что мешает, от того, что отвлекает. И уединиться, уйти в молитву. Друзья, давайте вместе помолимся о мире на Святой Земле. Все мы знаем, какие страшные события там происходят. Страдают люди тысячами, погибают мирные жители, жертвами становятся дети, разрушаются христианские святыни. Обычно прекращение кровополития на Святой Земле молится во всех храмах Русской Православной Церкви в Великую Субботу. Но очень важна наша совместная молитва именно сейчас. Итак, давайте помолимся о мире на Святой Земле. Господу помолимся. Господи помилуй. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, крест претерпевый и смерть, спасение ради рода человеческого, в ад сошедый, тридневное погребение приемый, смерть поправый, дьявола упразднивый и разрушивый вражды средостения. Приими молитву смиренных раб твоих, купно с Давидом, псалмопевцем тебе вопиющих, о мире святого Сиона, престола царя великого, матери церквей, преславного Иерусалима. Мир, даровавый роду человеческому, угаси всякую распрю и раздоры во Святой Земле. Умири злобу враждующих, благослови притекающих ныне к огробу твоему живоприемному и нас, тому мысленно поклоняющихся, исходящим от всего светом лица твоего. Аминь. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 27 ноября, друзья, понедельник. Церковь молитвенно чтит память святого апостола Филиппа. «Когда в глазах твоих люди впадают в различные грехи, не озлобляйся на них, ибо и без тебя много злобы в мире. Но жалей их от души и извиняй, говоря сам себе, Господи, отпусти им, ибо их путает грех. Они не знают, что делают, так учил святой праведный Иоанн Кронштадский. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом в новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам отличного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова